Я, ребят, сейчас крашусь, одеваюсь, и сейчас пойду на наращивание ресниц. Между прочим, в первый раз в моей жизни у меня будет дебют. Мне очень интересно, понравится ли мне, как это будет смотреться на мне. У меня длинные реснички сами по себе, но ламинирование я не хочу, потому что у меня подруга делает ламинирование, и мне как-то, ну, не очень. Мне больше нравится наращивание. Вот, я сначала хотела классику, но она мне порекомендовала, что лучше будет погуще. Вот, поэтому я сейчас иду туда. Осталось буквально 15 минут, и мне уже пора выходить из дома. Адрес я уже узнала, она делает на дому. Я оставлю вам контакты, чтобы вы тоже могли сходить и сделать себе клёвые ресницы. Смотрите, на какую прелесть я наткнулась по дороге. Она такая милая. Очень люблю бездомных кошек. Они особенно ласковые бывают, потому что не видели этой доброты, этой заботы. К сожалению, я опаздываю, но обычно в таких случаях я всегда что-то покупаю и даю кошечке. Вот, в этом заключается моя доброта. Просто я сейчас спешу, и поблизости вообще ни одного супермаркета нету. В общем, я вот так вот иду на ресницы. Что я вам хотела сказать? Помните, я показывала вам, что мы с мамой гуляем? Просто так выходим на улицу и гуляем, чтобы она похудела. И мы заметили даже результат. Получается, один день всего мало поела и прилично походила, и уже один килограмм она сбросила. И тут у мамы появился такой стимул дальше что-то делать. Вообще нужно заниматься собой. Не только когда всё запущено, но и просто подтянуть фигурку и все дела. Вот я тоже начала. Надеюсь, что надолго меня хватит. Мне на самом деле это очень интересно. Я вообще слышала, что это затягивает. То есть, обычно как бывает. Сначала неохота и всё такое, ты себя заставляешь. А потом проходит время, как бы ты уже себя не заставляешь. Тебе хочется идти и тренироваться. Вот, как-то так. У меня прям волосы во все стороны. Именно поэтому я всегда делаю лак. И у меня бывает голова. Как моя мама говорит, три коровы облизали мою голову. Вот, всё, ребят, я уже на месте. Вы видите меня до, в первый и последний раз. Сейчас будем делать реснички. Тут, правда, меня не очень хорошо видно. Но мы сейчас с мамой идём на прогулку. Спорт — это хорошо. Ходьба — это ещё лучше. Помоги! Получилось! Ну вот так вот спускаемся по лестнице. Сами, без помощи лифта. Лифт нам в Ашпи не нужен. Вот. Господи, я тут так это жестикулирую. А тут у меня соседи на меня смотрят. Будь постеснялась. Я вам в Инстаграме показывала, что я купила несколько пар. Ночнушек и всего такого, да, домашнего. Но я сейчас смотрю, здесь дешевле намного. Посмотрите на цены. Фасончики те же самые. Ребят, если вы подписаны на мой Инстаграм, то вы в курсе. Я вам показывала, какие пеньюарчики, какие домашние брюки. Я купила для себя. Вот здесь я вижу, что это то же самое. Просто дешевле. Но не сильно, но всё равно неприятно видеть такое. Любимое занятие мамы. Ходим по магазинам посуды. Смотрим, что можно прикупить для Айкука. О, смотри, какая маленькая эта блинница. Что тут подогревать? Сковородка, да? Такой стиль мне очень нравится. Супер. Была бы у меня своя хата, я бы её обставила вот так вот, необычненько. А это мне не нравится. Как же это красиво, посмотрите. Но это для большой семьи. Стулья вот такие вот белые. Зашли мы, значит, в магазин со всякими мебелями, люстрами. И реально столько всего интересного, красивого есть там. И прям сразу у человека появляется вдохновение делать ремонт, придавать какой-то дизайн. Но, к сожалению, собственной хаты нету и негде делать ремонт. И тут появляется вдохновение копить и купить. А я на самом деле коплю, вот, в банке денежку. Ну, для квартиры, конечно же, это очень мало. Но меня это очень сильно мотивирует. Я стараюсь больше работать, когда захожу в подобные магазины. Вижу классный дизайн, какие-то стульчики, какой-то спальный гарнитур. Например, который мне нравится. Я сразу начинаю в голове делать себе картинку. Да, я бы здесь ещё поставила это. Здесь бы было бы вон то. И было бы вот так вот круто. Вот, я какие-то планы себе внутри строю. Буду стараться больше работать, больше что-то делать, чтобы мои планы, они как бы осуществились. Не просто это были планы ходить по магазинам и мечтать, а ещё что-то делать. Я коплю, ребята, вот. И надеюсь, что когда-нибудь через три года мои мечты сбудутся. Только оторвалась от меня, что мне просто нужно бежать, чтобы её догнать. Я снимаю что-то, она ждать не хочет. Вот мой колобочек где-то там. Знаете, я ненавижу Алену Водонаеву, потому что она однажды очень жёстко выразилась насчёт полных людей. Она сказала, что она никогда не зайдёт в воду, в одну воду с полным человеком. Мне кажется, это настолько грубо, тупо, необразованно. Не знаю. Реально, после этого я перестала её уважать. У меня мамочка полненькая. Но я считаю, что это не фу. Фу, наоборот, высказывать свои такие мысли человеку, у которого, может быть, тоже есть полные родственники. Это же обижает человека. Купила вот такую вот Бонаку. Совсем маленькая, малюсенькая. Стоит чуть дешевле. В первый раз увидела. Видела куку-колу маленькую, но Бонаку не видела. Всегда беру без газа. Здесь халявная вода. Мама, здесь халявная вода. Кайф, кайф, потому что халява. Да, я люблю вот так вот. Ребята, если вы думаете, что я не читаю комментарии, это не так. Я читаю. Я знаю, что вы писали про реснички. Но мне нравится, мне комфортно, мне не тяжело. Не знаю, я прям в восторге. Я в следующий раз тоже буду у неё делать. То есть мне нравится. Но я читаю всё, что вы мне пишете. Я просто была в шоке немножко от комментариев. Потому что я знаю девчонок, которые ходили к ней, и все были довольны. Почему такие комментарии? Я не знаю. Возможно, эти именно реснички мне не очень подходят. Но я сама их выбрала. Так что вот так вот. Хочу чипсы. Выбираем хлебцы. Видео были вот такие. Или не такие, мам. Какие были у нас? Видео. Какие вкусные? Такие вкусные. Давай такой. Рожжаные. Взяли. Вот эти, кстати. Вот эти не очень. Мам, ещё эти покупала. Не очень. Какие-то грубые. Может, ещё возьмём? А такие? Извини, пробовали. Давай те, которые пробовали. Хотя давай, они дешевле. Вот эти тоже интересные. Мы просто худеющие дамы. Вот что я их взяла. Мам, три шоколадки по цене двух. Берём. Даже не думая, берём. Где мамы? Нашли на маме корзиночка. Оп. Мама берёт корицу. Она жиросжигающая. Да, мам? Да. Учитывайте. Берём, кладём на место. Ой, это не порошковое. Здесь внутри как будто трубочки. Интересно. Борщ по-украински. Украинцы, если вы меня смотрите, я обожаю ваш борщик. Здесь у нас есть рисовая лапша. Как вы думаете, стоит ли снять мукпанг? Пишите в комментариях. Стоит она 5,99 копеек. Вот. Если вам интересно, мы вам засним. О, смотри, что я нашла. Мама, может, ты приготовишь нам суши? Смотри, вот эта штука. Я знаю, потому что не рискую. Ну, мы ждём, маме. А это что такое? Здесь что есть? Набор для суши. Вон, здесь есть набор для суши. Ну, может, возьмём этот набор. Ну, легче заказать роллы, если честно, чем покупать набор. Такие ещё штучечки. Вот, мам. Мам, здесь всё есть. Смотри, вот эта штука, чтобы... А, есть у тебя. Ну, короче, вот васаби здесь есть. Короче, здесь всё есть для того, чтобы приготовить. Вот рис для суши. Ну, если всё припульсовать, получается так же, как и заказать. Когда я захожу в магазин, я сразу забываю, что же мне нужно было. Потом, когда дохожу до дома, я понимаю, блин, чего я не взяла. Кстати, мне мама вот прям буквально пять минут назад говорит во всех блогах-то с этой вот штукой. На самом деле, у меня нету ничего другого. Есть одна кожаная, но она слишком тёплая. И ещё есть одна джинсовая. И вот я себе хочу купить, и каждый раз захожу в магазин и понимаю, что мне не нравится. Не хочу покупать то, что мне не нравится. А пока что то, что нравится, я не нашла. Поэтому хожу в этом, не ругаюсь. Смотрите, какой стакан. Жалко, что это не YouTube. Если бы YouTube был бы, я однозначно взяла. И тут я вижу вот это вот. Ребята, я просто не могла выразить свой восторг. Все свои эмоции в супермаркете, потому что все бы смотрели на меня. В общем, беру я кружку, там написано Instagram, и думаю, блин, был бы YouTube, я бы взяла. Потом кладу этот стакан и смотрю, что вау, и сзади стоит этот красавчик. И я думаю, блин, я тебя сейчас возьму силой. И в общем, я очень рада, я очень хотела такой стакан. Здесь написано YouTube, и буду пить. Правда, он небольшой, но здесь есть вот такая вот штука, чтобы закрывать, чтобы он был горячий. Есть еще ложка. Я думаю, что ложка и вот эта крышка мне не понадобится. Вот. И, кстати, он адски дорого стоил. Вот. Обычно стаканы, не знаю, по 2 моната стоят. Это почти 7 стоил. Да. Но я не могла пройти мимо. Я просто не могла пройти мимо. Вот. Жалко, что не было еще одного взяла Буфати. Вот такой вот он внутри. И вам, наверное, всем интересно, какой стакан внутри, что здесь сзади. В общем, сейчас налью себе чай. И мы там купили шоколадки, но вы уже видели. И попью себе чай с шоколадками в новом стаканчике. Я уже налила себе чаечек. Это шоколадка, которую сегодня мы купили. И вот здесь такая вот крышечка есть дырка. В эту дырку мы засовываем стаканчик и закрываем, пьем чай. Ребят, на улице гроза. Мне страшно. Кто может это слышать? Кто может это слышать? Тоже растет loop.